За нагрузку и работу на передовой. Сергей Морозов объявил на встрече с медицинским сообществом ВУЛГУ о дополнительных выплатах. Так каждый студент-медик и координатор, имеющий дело с ковидными пациентами, получит ежемесячную надбавку зарплате – 5000 рублей. Мы первый регион в стране, который предпринял такие меры поддержки. Во-вторых, Министерство здравоохранения разработало проект постановления правительства, согласно которому Центру охраны здоровья будут предоставлены субсидии для организации отравления врачей, которые на работе или инфицированы с коронавирусом, а также теми отработникам, которые оказывали медицинскую помощь больным с этой инфекцией. Сегодня в регионе с коронавирусом борются более 5000 людей в белых халатах, в 73 учреждениях здравоохранения, в госуниверситете главной кузницы врачей, 17 базовых медицинских кафедр, 600 студентов-медиков, старших курсов опорного вуза, а также ординаторов сейчас работают в больницах. Мы тем студентам, которые первый месяц участвовали в поездках в десанте в Языково-Корсун, мы им выплатили материальное поощрение за работу в этой ситуации. Все вот эти активности учитываются при начислении стипендий и при начислении материальной помощи. То есть мы их поощряем материально. Студентка 4-го курса Корсунского медицинского техникума Кристина Чебатаева также получила доплату к стипендии. 4000 рублей за работу в Корсунском районе. Вместе с однокровниками девушка в роли волонтера медика обходила и опрашивала местное население, дабы выявить симптомы коронавируса на ранней стадии. Кристина признается, такая учебная практика запомнится ей надолго. Мы ходили с опросами по местным жителям Корсуна, также Корсунского района с целью выявить симптомы ОРГИ и других липопростудных заболеваний, для того, чтобы сами врачи могли быстро оказать первую помощь данным пациентам. Также мы оказывали гуманитарную помощь. За что, как и другие ее коллеги, получила благодарственное письмо и подарок из рук губернатора. Несмотря на пандемию, в регионе продолжается работа по нацпроекту здравоохранения, инициирована у Путина. Прежде всего, это касается поддержки молодых специалистов. Мы стараемся выполнять все национальные проекты, но сейчас точка смещения смещается в ту сторону, что в некоторые моменты мы отодвинулись в связи с пандемией. Поэтому, может быть, некоторые показатели мы и не достигнем. Почти 31,5 миллионов рублей из областного бюджета в этом году выделили на соцподдержку медика. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин